Приветствую вас! Я думаю, что первое, на что необходимо обратить вам свое внимание, это апатия. Апатийное состояние, это некая такая подавленность, которая не позволяет вам проявлять свою активность. И эта же самая апатия ведет к тому, что ваша жизнь, по сути, стала борьбой. Вы боретесь со всеми, вы боретесь с окружающими, вы боретесь с мамой, вы боретесь сама с собой, вы боретесь со своими желаниями. То есть, это у вас борьба. За вашу жизнь это борьба. И вот, когда вот не бороться, да, как-то вот пропустить, просто позволить себе чувствовать и хотеть того, что вы чувствуете и хотите, вас не получается. Это, мне кажется, конечно, нужна помощь психолога. Вот. Что касается ваших проблем, ваших терзаний, то все они вытекают прямо из предыдущей проблемы. Потому что, ну, как мне видится, это просто такой компенсат, да, то есть, компенсация, некомпенсация, некомпенсация и компенсация погоняет. Я не думаю, что в этом имеет смысл разбираться, пока вы чувствуете апатию, пока вот вы говорите, что я лежал, не лежал два-три месяца, силы появились, потом они закончились. То есть, это означает, что вы, ну, как минимум, занимаетесь тем, что отнимает достаточно много сил. Вот. То есть, как минимум, у вас вот не простроены личные границы, не умеете вы отделять, ну, как-то рассчитывать свой ресурс. Я не считаю, что вы должны это делать, безусловно, не считаю, что вы должны, но я думаю, что разобраться с этим очень даже нужно. Вот. Не менее важный момент, не менее важным моментом является то, что вы жертва. Вот, вот, очень жертваное настроение, вы на всех, значит, перекладываете ответственность, на общество, на маму, на деды, на всех, но только не на себя, а не на себя, да. Вот. Ну, это жертвенная позиция, то есть, не желание брать ответственность, связано с тем, что вы очень долго жили под управлением своей семьи, и теперь ответственности вы боитесь. Вот. И тоже нужно учиться. Эээ, учиться брать ее по чуть-чуть и реализовывать. Учиться, эээ, и, да, учиться чувствовать себя. Учиться чувствовать себя, учиться чувствовать свои желания, и учиться не делать, например, того, чего вам не хочется. А вы, мне кажется, начинаете это делать, вы начинаете себя и принадлежать вместе с этим тоже. Эээ, следующий момент, который я мог бы выделить, это момент того, что вы хотите встретить своего человека, потому что вы загибаетесь без любви, как вы говорите. Вот. Самое печальное в этом заключается то, что вы абсолютно на полном, на полном серьезе абсолютно, говорите, что я загибаюсь, загибаюсь от любви, ну, от отсутствия любви загибаюсь. Вот. И что мне нужен, вот, эээ, человек, да, который, вот, ну, с которым у меня было то что-то. Вот. Эээ, и, на самом деле, эээ, этот момент, он очень важен, на мой взгляд, потому, потому как, эээ, видите ли, в чем дело, да. Эээ, вы сейчас будете в отношениях, если, то вам будет хотеться этих отношений, вам нужен человек, вы испытываете потребности в человеке. А правда заключается в том, что испытывать потребность в человеке, в человеке, означает ввергать себя в зависимости от него. Эээ, и я не думаю, что это та самая история, которая вам могла бы помочь. Я не думаю, что это та самая история, которая, эээ, которая, ну, эээ, сделает вас, эээ, полноценным, эээ, значит, эээ, партёром, да, эээ, в отношениях. Эээ, поэтому, эээ, очень важно понимать, очень важно понимать, эээ, почему вы хотите, эээ, любви, да, то есть, почему вам хочется, вот, отношений именно, эээ, по какой причине вам этого хочется, чего вам не хватает, ээээ, ну, вот, ээээ, сейчас, да, допустим. А не хватает вам, к примеру, ээээ, принятия себя, не хватает вам эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы любите себя и так далее, много критикуете, много критикуете, вот, и, конечно, хочется, именно из-за этого хочется, чтобы вас кто-то принял, хочется, чтобы кто-то вас, ну, полюбил, да, и так далее. Я это понимаю, но правда заключается в том, что вам это нужно сделать самой, вот для этого, как раз таки и необходим, собственно, психолог, чтобы научить вас этому, чтобы научить вас принимать себя, чтобы научить вас жить в, ну, такой, да, гармонии с самой собой, вот, вот, вот такая вот история, вот такая вот история. И непонимание от того, что вы хотите, оно происходит отчасти именно по этой причине, потому что не привыкли вы прислушиваться к себе, не привыкли вы прислушиваться к своим желаниям, постоянно вы чувствуете, что что-то, кому-то вы должны, и, конечно, это отнимает очень много сил и энергии, вот. Значит, что касается, вот, вашего общения с подругами, я бы еще этот момент, наверное, выделил, где вы, ну, вот, момент, где вы пишете, что он общает с подругами, да, и что они такие вот у вас, как вы говорите, ну, толковые, да, вот. На мой взгляд, на мой взгляд, это не совсем так. То есть, я верю в то, что, ну, что ваши подруги, они действительно толковые, я в это верю, но я также и верю в то, что общение с ними вам не помогает, потому что вы просто выговариваетесь, но ни к чему не приходите, а тут именно идея в том, чтобы приходить к чему-то, чтобы познавать что-то для себя, понимаете, вот. И это очень важно, а это у вас не работает. Я также думаю, что очень мало людей вокруг вас, которые к вам прислушиваются, то есть очень мало людей, которые воспринимают вас всерьез, и которые дают вам обратную связь, но такую развивающую обратную связь, то есть обратную связь, которая могла бы обогатить вас. Мне кажется, что подруги такой обратной связи вам не дают. Вот. То есть, в целом, в целом, я вижу работу с эмоциональной сферой, я вижу работу с самооценкой, я вижу работу с принятием себя личностным родством, я вижу работу с личными границами, вот. Возможно, с комплексами, которые у вас, значит, имеют место быть, в том числе и по поводу инвалидности тоже. Я вижу, значит, работаю с поиском смысла, потому как, ну, вот, ситуация здесь, она такова, что вы хотите семью, вы хотите ребенка, не просто так, вас обволнует, ну, волнует, я имею ввиду, репродуктивная ваша функция, а это связано с тем, что вы хотите так, так вот, реализоваться. И подобные, подобные идеи, вы удивитесь, тоже идут именно из Советского Союза, потому что в современном мире семья и дети не так важны, на самом деле, не является, тем более, такой обязательной опцией. Вот. Как не является обязательной опцией, например, возраст ваш штат, вот так, что вам 32 года, ну, это, на самом деле, ничего не значит. Совершенно. Вот, можете 40 лет встретить своего мужчину, а детей, ну, вопрос детей всегда можно решить более-менее полюбовно. Тут создаётся, опять же, от человека. Но для этого вам нужно стать кем-то, а стать кем-то вы не сможете до тех пор, пока будете стараться выполнять. Может быть, даже сами того не ожидая, условно говоря, какие-то ожидания, желания своей семьи, вот. И, на мой взгляд, именно это отнимает у вас большую часть энергии, на мой взгляд. Я в этом не уверен, конечно, но, на мой взгляд, ситуация именно такая. Вот. Сейчас я, ага, пройдусь, наверное, по вашему тексту, он у нас такой, достаточно большой. Значит, чувствую, будет каламбур, однако постараюсь одно и장이, ну, вот. Первый образ, собственно, а в чём каламбур? Сейчас мне летом будет 32 года и я совершенно не знаю, что будет в жизни моей. Здесь, пожалуй, такая эммммм, эммммп дедическая ошибка в том, что вы пытаетесь что-то делать по своей жизни. Но никто, никто по своей жизни ничего сделать не может потому что жизнь выходит, эммммм, за рамки того, что человек способен понять и осознать в полной мере. Вот. Жизнь это не та история, которую можно просто вот, ну, так сказать, инкриминировать, да, интегрировать в свое мировоззрение. Это невозможно. Если бы это было возможно, то люди бы жили со всеми нашими. То есть здесь вы пытаетесь заниматься тем, что вам не по силу, ну, не только вам, но и любому человеку не по силу делать то, что вы хотите сделать. С другой стороны, с другой стороны, вам это что-то дает. Когда человек мыслит столь глобально, как вы, ну, он может обращать, не обращать, точнее, может, внимание на те вещи, которые действительно важны, а именно на какую-то повседневную сторону. И это уже вопрос к вам, насколько вам выгодно делать то, что вы делаете. На мой взгляд, очень даже выгодно. Выгодно, потому что такие вот глобальные разговоры, именно глобальные разговоры, они позволяют вам не заниматься ничем таким насущным. Ну вот. И я очень часто видел, как люди, уходя за столь высокие рассуждения, они не могут, по сути, решить ни одной практической проблемой, принять ни одного практического решения. Ну, что там говорить, я был в такой ситуации сам. Дальше. Значит так. До 28 лет я жила как во тьме, так и находилась под метом ранения. Ну, совершенно наша советская ситуация, когда детей воспитываются, чтобы они работали на семью. Всего, честно, не ходят в комплекс этих упоминаний, чтобы без них никто и т.п. Ну, это жесткая позиция, потому что, хоть вы и правы в таком, скажем, ну, хоть вы и правы в контексте, да, т.е. контекстуально вы правы, но по факту речь идет все же немножечко о другом. По факту речь идет о том, что вы, именно вы делали выбор каждый раз в пользу того, чтобы жить, как вы говорите, под гнетом родителей. Вот. Это ваш выбор, только ваш выбор и больше ничего, к сожалению. Поэтому, на мой взгляд, здесь я бы перефразировал несколько о том, что вы написали, в то, что я делал выбор. Я делал выбор в пользу того, чтобы жить под гнетом родителей, потому что мне это что-то давало. Когда я это осознял, в общем-то, как-то пыталось вырваться, ну, как получалось, как говорится, ну, как получалось. Площадь одна, созависимость, материальная зависимость, тело инвалидность. Даже если подрабатывал, конечно, это были не те деньги. Вот здесь уже у вас идет оценочное суждение, да, оценочное суждение и обесценивание себя. Не те деньги, а какие деньги, те и так далее. Плюс, 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 что самое главное, наверное, то, что у вас отсутствует свой, э, отсутствовал и отсутствует свой личностный смысл жизни. То есть, ваш интерес. И можно сколько угодно сейчас говорить о том, что родители вас его подавили туда же, но интерес ваш, отвечаете за него только вы. Поэтому, поэтому, э, эта ситуация стала возможность именно с вашей стороны, потому что вам ничего не было интересного. Не ради чего было все это дело. А то, что вы пытались вырваться, ну, хорошо вырваться, чтобы что, отдохнуть, ну, хорошо, а дальше что, тут нет никакой цели. На данный момент дед в прошлом году, э, ушел в мир иной. Да, конечно, э, интересно, вы пишете на данный момент, дед в прошлом году. Как не видится, он был основным тяжелым человеком. Нет, ему, ему позволяли. Ситуация изрядно изменилась, бабочку мы смогли от, э, определить пансионат, то и мама стала жить в доме, где жили они. Ну, вы знаете, я не являюсь ярым противником пансионатов, да, домов для предварелых, домов для инвалидов и прочее. Вот. Но, э, мне кажется, мне кажется, что бабочку просто избавились. Вы, вы с мамой. Вот. Вы не могли ее содержать, она была вам в тягость. То есть, нет ощущений, что вы просто взяли от меня избавили. Это ваше право, но, если люди от кого-то избавляются физически, вот, то это не решает проблемы этих людей психологически. А, именно на данный момент все вроде бы почти неплохо. Потому что элементарно меня оставили в покое. В какой-то момент я отдохнул и даже бросил курить, стал избавляться от старых вещей и готовиться к новой жизни. Вновь эмпирическая ошибка, потому что новой жизни никакой не существует. Жизнь одна, она просто развивается, вот. Что касается отдыха, опять же, отдых это хорошо. Отдых это хорошо. Ну вот, если вас оставили в покое, это тревожный знак. Потому что это говорит о проблемах ваших личных границ. Теперь изложим то, над чем мой череп раскалывается, я не знаю вообще, куда двигаться. Ну, тут надо сказать, что вам никто не подсказывает, куда двигаться. Это вы решите сами, только после того, как, например, психолог поможет вам лучше разобраться в себе. У меня две квартиры. Та, что от деда, и та, что купили якобы мне в одном подъезде с мастерами. Ну, и в которой ищить вы, понятное дело, не хотите. Та, что от деда, на даче, вторая просто стоит, я за нее плачуку пытаюсь пассивно отдать, но даже нет сил искать жильцев. А почему нет сил? На что тратят ваши силы? Вообще, вы очень много говорите, что у вас нет сил по тексту, и волей-неволей задаете вопросы. А на что? На что тратят силы? Куда уходит энергия? На борьбу с кем или с чем? Думал я как, сдам две квартиры и на эти деньги сниму элементарно студию, жизнь наша останется, чтобы элементарно отделиться от этого всего и понять, кто я и что я и чего хочу. Ну, как вам сказать, отделиться от этого всего, это от чего? Это первое. Второе. Коль у вас нет сил на то, чтобы искать жильца, жильцов, да, на вторую квартиру. Верно так вам это надо. Запала, запала, моего хватило не надо долго физически силы согнуть, и я впала в прокрастинации. Ну, вы знаете, прокрастинация, несмотря на свою, так сказать, на этот модный термин не отражает того, что с вами происходит. Вообще. Прокрастинация это, на мой взгляд, трансформализация, конфликта, вене человека, апатии и его желания. И слово прокрастинация ничего не говорит вообще. А вот если у вас физические силы закончились, то я считаю, что их либо у вас слишком мало, а это означает, что вы просто слабы физически, ну тут вопрос медицинский. Либо эти силы на что-то у вас очень сильно уходят, и вы не понимаете, ну а что? То есть не умеете беречь свои ресурсы. Это уже вопрос личной границы. А еще мы считаем вот что. Видите, да, то есть вы наваливаете, наваливаете как бы в кучу все. То есть нет возможности разобраться с одной проблемой. Вы даже свои проблемы сами вот здесь не описываете, мол, от чего кончились физические силы, почему я спал в прокрастинации, что вообще такое прокрастинация для меня, как я ее понимал, чего я хочу. И что значит моего запала хватило ненадолго. То есть вы начали обесценивать то, что изначально себе ставили в качестве цели или как. То есть вот этого всего здесь просто нет. Дом, который они оставили полностью, кто они, завален хламом, там бегут крысы и топы. Мама пока там живет, очень много разгребла, сожгла и вывезла, но работы еще в 10 раз больше. А, и что? Я недавно поехал в этот дом и после 10 дней пребывания у меня вообще наживало депресса, что ли. То есть вы такой очень внушаемый число человек. Я приехал обратно в город полностью в том сцене, в котором я находился, стал, что не знаю, что делать. Вот сейчас. И это вопрос, опять же, того, что вы позволяете этому на себя влиять. Это вопрос того, что вам выгодно. Вам выгодно ничего не делать, вам выгодно пребывать в таком сцене, потому что так вы привлекаете внимание других людей. Ведь если бы вы знали, куда идти и что делать, вы бы со своей психологической составляющей никогда бы не обратились к людям за помощью. Вы бы никогда не написали на этот сайт. Плюс, с ума мы снова начали упухоль в прошлом году, делали операцию. И у меня мысли, конечно, это знаете, пытаюсь верить лучше, но уже вижу, что все это дерьмо свалилось, у меня это вдруг мама не ссорит. Опять же, это жертвенная позитка, потому что вы позволяете этому дерьму, как вы говорите, а у вас свалится. Если не позволите, то и не свалится. Продавать это как-то тоже не хочется. Вот это и есть жертвенная позиция. Не хочется, чтобы дерьмо сваливалось, но и продавать тоже не хочется. Я об этом. Хочется, чтобы там был нормальный дом. Зачем? Человеку нужно жить посредством. Если вы можете что-то себе позволить, окей. Если нет, ну что поделать. То есть здесь мы имеем место быть, не умение отказываться от того, что вам не пошло. Почему? Потому что я заслужил. Ну вот вы пишите в конце текста, что в конце своего вопроса, что я заслужил, что я заработал, вот отсюда. То есть это такое, знаете, кармическое восприятие, кармическое восприятие, мистическое. Вместо хорошей плитки, я заслужил, как дворянское гнездо, я там чувствую большую силу, когда не надо убирать хлам, так старики жили-провод ничего не давали. Но опять же, вы здесь говорите про какую-то мистику. Что значит, вот дворянское гнездо, я чувствую большую силу, то есть, ну это все избегание личной ответственности. Вы, только вы, источник своей силы. Источник важной силы не привязан ни к какому месту. А то, что вы привязаны, делает вас зависимым. Я понимаю, что даже нас к вам вдвоем не так сильно привезти этот принт. Это действительно нормальное состояние. Так, с самого взгляда, вообще, надо просто относить вот устаревший без видов дома и ставить новый толковый. Ну а деньги, вы же нет, на все это деньги. Вы можете продать участок, в принципе. Но опять же, для этого необходимо работать в зависимости и со значением этого дома. Мужчины-родственники иногда приезжают помочь, но у них своя жизнь. Детственник, мне лично здесь почувствовалась обида, я могу ошибаться. А мама после развода с отцом так и встретила толкового мужчину. Это значит толковый. У меня вообще всю жизнь и год отношений, так как я сейчас понимал, что ситуация, в которой я нахожусь, ненормальная. Ах, какая ситуация? Нет, вы просто боитесь близости, потому что близость всегда вам причиняла боль. В этом все дело. А то, что вы говорите, это рационализация. Если я встречала кого-то, то не везло, опять же, не бывает везения в отношениях. Это были люди, которые видели мои сладости. Нет, это люди, которые делали вам больно, потому что вы свои сладости не принимаете. Манипулировали, потому что вы позволяли им манипулировать, надеюсь, получить что-то взамен. Я просто хочу пожить одна, чтобы реабилитироваться, понять, кто я, что я. Ну, не в квартире матери. В психологическом смысле, реабилитация, о реабилитации, как о таковой, речь не идет, потому что она может продлиться всю жизнь. Работа с личными границами и с умением, и научением близости, да, реабилитации нет. Понять, кто вы и что, вы можете только, опять же, при активной деятельности, а не реабилитации. Нужно брать, пробовать, получать опыт, брать, пробовать, получать опыт. Это только так работает. Мама сейчас стала получше, но вообще всю жизнь не опрессовала. Опять же, вначале она вас опрессовала, потому что видела вас в кого-то, не имеющего никакого отношения к вам. Потом она опрессовала, потому что вы позволяли. Так, думаю, влияние деда. Ну, то это ваша мама, это такая жертва, получается. Тоже, каковая. Сейчас она ведет себя нормально, но я чувствую ее, знаете, на каком-то энергетическом уровне. Даже через пару дней меня уже создавали, головами болят, организм паники, надо австрагироваться и отделяться. Ну, это, скорее, опять же, работать с личными границами, плюс, эм... Это и я так думаю, что чувство вины, чувство вины. А в основе чужие ожидания, которые вы пытаетесь оправдать. Физических элементарных сил нет, в голове сумму. Ну, тут, я не знаю, тут либо медицинская история, либо просто смотреть, опять же, на что ваши силы, силы, страты. Ко всему, как-то я осознаю, и где-то отдаленно хотел бы встретить, эм, нормального человека, полюбить, и быть любимым, или, да, чтобы с руками и мозгами не обязательно для решения моих проблем, но чтобы быть толковым. Ну, здесь, опять же, вы, опять же, употребляете слово «толковый», я думаю, что у вас с этим словом что-то связано, может быть, вы и себя считаете не толковым. Ну, вот, но про желание встретить любимого человека я об этом уже говорил. И то, в частности, вступает другая часть меня, что я ещё не готов, но вы никогда, никогда не будете готовы, что не отдохнула, и никогда не отдохнёте от своей семьи, это миф. Потом ещё задают вопрос, когда рожать, а зачем рожать? Ну, далее вы спрашиваете, хочу ли я детей, могу ли я их вырастить нормально, не бросать меня муж, она её не потяну, не только мужи, и парня пока просто нет, а я уже вся в думах. Потому что вам этого хочется, вам хочется внимания, вам хочется чувствовать себя значимой и быть нужной. И эту проблему вы проецируете на потенциальных партнёров своих. Далее. То ли из-за семьи, то ли просто, но я всегда хотел уехать, потому что вам не комфортно ездить с собой. И, соответственно, поэтому вам хочется уехать. В прошлом году я таки получил американский Уизус, съездила, она что-то не в восторге. А чего вы ожидали, и что именно повергло вас, не в восторг. В этом году планировала съездить путешествия по востоку штатов. Это океан, да, где получается? Просто посмотреть, определить, стоит ли ещё планировать уехать в эту страну или нет. Показывается, несколько планировал денег, пытаюсь понять, что у меня всё поехать физически. Я так не особо здорово не топываю, но я вымотран вообще лучше. А, чего? То есть я не очень понимаю, у вас тут все физические, медицинские данные, или это больше психологические всё-таки. Я вот не очень понимаю. Надо смотреть по поводу чего у вас инвалидности, и вообще какой у вас диагноз, и какое у вас состояние телесное. Что не значит, когда откроется сезон в Греции, чтобы туда съездить отдохнуть, просто давно хотелось бы побывать, люблю историю, хоть как-то осуществлять планы, плюс отдых. Ну, есть у меня ощущение, что изрядная доля этого желания состоит из всё-таки стремления убежать. Далее, естественно, со всей ситуацией в жизни я так и не реализовался. Нет, это не естественно, это бы ваши выборы. Вы до сих пор не хотите реализоваться, а вам это не выгодно. Как я сказал, вы боитесь ответственности. А я, кстати, чувствую себя надетоспособным, правильно? Любой человек нашёл способ. Но только дальше вы пишите, значит, следующее. Я работал неофициально в фирме, которая возила людей в Финляндию. Потом, когда кризис эта фирма закрылась, нигде нового места я не нашла. Так я закрывал много фирм, остались люди без работы. Ну, я не одна такая. Остались с работы только те, кто ещё при коммунизме был в туризме. Ну, тут опять же, мне кажется, взятная позиция, что вы были специальным сотрудником, и если бы вам это действительно нравилось, вы бы нашли работу. Я понимаю, вы можете сказать, что я сижу оторванность, но, поверьте, именно желание определяет возможности, именно цель определяет возможности, не наоборот. То есть цель актуализирует возможности, максимализирует их, а не наоборот. Я бы хотел реализоваться в работе даже не из-за денег, но я не могу обо где работать, мне надо в душе. Почему? Почему вы не можете работать обо где вам надо в душе? Это вновь жертвенная позиция, которая даёт вам что? Без действий, без недели. Раз работать можно и просто за деньги, а хобби заниматься на свободной основе. Но нет, вы не можете к работе относиться как к работе. Почему? А куда я хотел бы с душе? Нет, нет. Куда-то к гидам на выезд. Ну, точнее, стены станут для своих. Там гиды приводят свои места, своих детей. Поэтому я подумываю, что ещё я могу сделать. Пытаюсь понять, что я могу и что я хочу ещё и в этой сфере. Это тоже любит мой мозг. Правильно. Это всё выгодно вам. Это выгодно, чтобы ничего не делать. Выгодно говорить, что я не могу работать без души. Это выгодно. Люди понимают, что связи нет, откуда им взяться такими родственниками. У меня же те знакомства, которые я тебе знала. Когда работала, все утрачено. Связи – это самое главное. Нет, не самое главное. Видите, как вы обесцениваете себя? Самое главное – это вы. Это вы. Это ваш ресурс. Это ваше желание. Это ваши чувства. Ваши ценности. Вот что главное. В общем, это всё одновременно прокручивается в моей голове. Я никак не могу навести там порядок. Ну, походя на навязчивые мысли, конечно же. Но, в целом, это вот вторичная выгода. Помогать домом или не тратить силы, а, например, переезжать и отделяться. А чего вы хотите? Помогать домом, чтобы что? Чтобы что? Переживать за маму или не переживать. Я не уверен, что вы выбираете. Вы либо переживаете за маму, либо нет. Невозможно это делать по своему желанию. Так как раньше я вообще желал ей смерти, до чего она меня доводила. Вновь жертвенная позиция. А не она вас доводила. Вы позволяли. И до сих пор не чутку за это углубление совести. И не должны. Но, как урок, ей одной операции хватило. Сейчас я не желаю ей этого. Знаете, вот ощущение такое, что вы получаете. Вот вы получаете. Как урок ей хватило одной операции. Вы кто такая, чтобы это определять? Меня от нее трясет все равно. С этим нужно работать с личными границами, как я и сказал. Ну и страх. Бежать, бежать, бежать. Так что страх это непринятие себя. В ней вы видите себя. Строить жизнь тут, как телевизор, скопить деньги, поехать смотреть в театр. Потом может еще какую-то страну. Опять же, от чего вы хотите сами. Чего вы хотите. До себя. Искать человека, я уже совсем без любви загибаюсь. Никогда мне не было. Романтики, цветовки, свидания, заботы именно мужской. Нет. Это деструктивный путь. Вам нужно принять себя как женщину. Вам необходимо выработать свою женскую модель поведения. Вам необходимо принять в себе женскую. Тогда искать человека не надо будет. Так просто ищите костыль, чтобы на него опереться. Или показываться одной. Может мне лучше одной. Да и где его взять. В такой обществе я же никуда не хожу, нигде не работаю. Только мотаюсь по больницам, да вывожу. Главное. Так это ваш выбор. Вы можете ходить. Вы можете работать. Это ваш выбор. Каким делом заняться по работе? Кем стать? Это в процессе, так сказать, работать с вами. Я думаю, можно будет выяснить. Стоит ли вообще уезжать из квартир матери? Где-то все деньги, которые можно куда-то вложить еще. Она тут как-то мало поживет. Не очень, я понял. Но это опять же формируется из вашей системы ценностей. И из степени контакта с вашими чувствами. Не наоборот. У меня даже нет сил, знаете, купить себе новые вещи. Я даже толком не знаю. Сейчас честно. Как говорится. До того я замордовался. Подгребать квартиру стариков. Все было замолвано кламом в помойке. Вот реально до потолка. Ну так опять же. Это ваш выбор был. Если вы не хотели, этого можно было не делать. То есть вы с целенаправленно себя загоняете. Все будет по дому. Вы выглядите жертвой. Нет сил пойти куда-то и желания нет. Ну правильно. Тут надо смотреть на все желания обратиться. Вот пролежал я где-то в месте два или три в пластон. Включая новый скот. Вроде силы появились, но мало появились и кончились. А на что они обратились? Не знаю, нужен ли мне психолог. Нужен. Совет вам не поможет. Который может разложиться по полочкам. Нет две подруги, которые периодически выслушивают меня, а я их. Мы вообще толковые. Что значит толковые? Они, скажя по словам, оказались примерно такая же ситуация. Знаете, у Берна есть такая игра «Родительский комитет». Можете почитать. Это вы. Это вот вы с подручками своими играете в родительский комитет. И нет, это не проявление толковости. Простите. Нет. Мы работаем на своей жизни. Меняемся, так сказать, советами, книгами, рассмотрим в страны. Разворачиваем, знаете, пытаемся показать друг другу какие-то другие стороны ситуации. Нет. Это просто «Родительский комитет». Я знаю, как это работает. Нет. Но именно сейчас они заняты. И если бы они не были заняты, они бы не решили ваши проблемы. Вот. Я не могу их побеспокоить. А это вот уже звоночек тревожная сторона того, насколько вы адекватно строите дружбу. Плюс нужен, и плюс я чувствую, нужен совет как-то у человека или постарше, или мудрее. Ну, советы, еще раз повторяю, не помогают. Они работают с собой, чтобы не зависеть от советов. Может, я очень сильно накрутила, может, кто-то мне развернет, что и проблем-то нет, как-то странные, то все выглядит. Проблемы есть. Немножко другие. Их меньше, чем то, что вы описали, но проблемы есть. Понимаете, я не могу сдаться, хотя бы повести в сторону лучшей жизни, или лечь в этом направлении. Я заслужил лучшей жизни, заработал. Ну, это вот у вас кармическое мышление, основанное на мистике. Оно вам хорошего ничего не принесет. Если только вы считаете, что вы чего-то заслужили или не заслужили. А правда в том, что вы такая, какая есть, и получите то, чего вы достойны. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.